В первую очередь кролики – это социальные животные. В природе они живут группами примерно по 10 особей, а в колониях их больше 100. У кроликов свой язык общения, и он очень богат. С его помощью зверьки обмениваются огромным количеством сигналов, которые нередко спасают им жизнь. Издаваемые звуки, положение тела и в особенности ушей, поворот головы, все имеет свой важный смысл. Но общение – это не только выживание. Кролики обожают заботиться друг о друге и вместе играть. Каждый, кто хотя бы раз видел, как заботливо кролики умывают друг друга, убежден, лучше заводить двух, а не одного. Даже если зверек хорошо подружился с хозяевами, с кошкой или морской свинкой, ему все равно будет недоставать бесед с сородичами. Общаться с другими видами для него – это все равно, что нам пытаться разобрать крики экзотического животного. Вроде и интересно, и местами даже становится понятно, но в качестве основного общения не подходит. Многие эксперты связывают развитие заболеваний и непродолжительный срок жизни с содержанием в одиночестве. По их мнению, кролик, не общающийся с сородичами, растет с пороками поведения и психологическими проблемами. А психологические проблемы, как известно, отражаются на физическом здоровье. Но есть и другая сторона. Иногда два кролика в одной клетке – это не друзья, а враги. Они избегают друг друга, все время что-то делят, дерутся не на жизнь, а на смерть. Словом, о дружбе и речи идти не может, и таких соседей обязательно нужно разделить. Случается, что один кролик в помете более слабый и робкий, чем все остальные. Даже когда он вырастет, более сильные сородичи будут его притеснять. А иногда ситуация складывается наоборот – зверек растет излишне независимым, своенравным и часто выступает в роли агрессора. Однако специалисты убеждены, любому кролику нужен друг-сородич и подходящую пару всегда можно подобрать. Главное – правильный подход. Подробнее об этом поговорим в статье «Как подружить кроликов». Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.